Уважаемые коллеги, мы продолжим нашу секцию. Вернулись не все, но я надеюсь, что все к нам вернутся, подтянутся после перерыва. И мы в такой же большой компании с вами продолжим нашу, надеюсь, интересную научную программу. Хотел бы представить следующего докладчика, доктор медицинских наук, профессор Рубен Татывосович Адамян. Москва, Россия, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я представляю пластическую хирургию. И цель нашей презентации провести некую параллель между пластической хирургией и между нитевыми подтяжками, нитевыми методиками АПТОС и возможной косметологией. Вот на этом слайде это известная фотография одной и той же женщины. Это из National Geographic журнал, который профессионально выполненная фотография через 25-30 лет. И очень отчетливо видно, как меняется лицо с возрастом. Мы должны понимать, что процесс старения это не одномоментный процесс. Не сразу человек стареет. Это ежедневный процесс. И каждый период жизни у человека этот процесс имеет свою тенденцию, свои скорости и свои особенности. И естественно, мы должны понимать, что такая шоковая терапия противовозрастная, как пластическая хирургия, как хирургия, она не может сразу одним махом исправить все эти возрастные стрии, все эти признаки, которые человек получил в течение долгого, ну, за долгий период жизни. Этим, это функции косметологии. Косметология должна сопровождать человека по жизни. И те ключевые участки лица, которые подвергаются противовозрастным изменениям, они известны в пластической хирургии. Есть четыре типа стареющего лица по Бейкеру. И фактически в пластической хирургии имеется четкое понимание, в какие периоды жизни какая хирургия нужна для пациента. Если мы говорим о пластической хирургии, то это методики, которые эволюционируют от небольших, скажем, малоинвазивных технологий, куда и относятся хирургические нити АПТОС, и к более серьезным композитным хирургическим технологиям в пластической хирургии, когда уже подвергаются пациенты, где возрастные изменения более выражены. И косметология – это та медицинская технология, которая должна ежедневно сопровождать лицо, так как и процесс старения, к сожалению, ежедневный процесс. Первые два-три типа по Бейкеру старения – это удел для поддержки малоинвазивных вмешательств, если мы говорим о хирургии. И третья-четвертая степень старения – это уже удел для пластической хирургии. По данным АСОПС, число эстетических вмешательств с каждым годом растет в основном за счет малоинвазивных технологий. Это наша жизнь, это наши реалии. Предпосылки к выбору малоинвазивных методов, представленные на этой слайде, они логичны и вряд ли могут вызвать определенную полемику, хотя мы должны понимать, что совершенствование и улучшение результатов применения малоинвазивных методик – это некий тот арсенал, к которому мы должны прийти. Естественно, каждый человек хочет выглядеть молодо и хорошо, но не хочет за это платить большой монетой. Я говорю об этом не только фигурально, но и реально. Пластическая хирургия развивается в сторону менее радикальных вмешательств. Опять-таки, это методики малоинвазивной хирургии, это вот та статистика, которая представлена. Если мы будем говорить о нитевых подтяжках, то эта методика существует более 17 лет. И я сразу предупрежу, что как пластический хирург я в своем арсенале, то есть я не делаю косметологических малоинвазивных вмешательств. Не потому, что я в них не верю или не потому, что они мне не нравятся, просто моя практика, она такова, что занимаясь пластической реконструктивной хирургией, эстетической хирургией, она занимает все мое время. Но в моей команде есть люди, которые и ботокс колят, и используют филлеры. И в том числе мы начали развивать методику нитевого лифтинга, так как она на сегодняшний день, за эти годы, показала свою эффективность. И я бы сказал, что для получения наибольшего эффекта уже мы дошли до того, что мы должны понимать, что комбинация методик хирургических и малоинвазивных – это тот резерв, который мы еще не использовали. И это предстоит. Ну, препараты Аптос, то есть продукции Аптос я не буду представлять, они для вас знакомы. Это нить, которая проводится в определенном подкожном пространстве. И за счет которого и получают тот эффект, который ждут наши пациенты. Да, вот здесь представлены, так сказать, хирургические зоны, анатомические, так называемые, компартменты. То есть зоны, за счет которого мы знаем анатомию стареющего лица, и происходит гравитационный Аптос. Вот эти вот связочный аппарат, которым снабжена подкожно-жировая клетчатка и кожа фиксирована к глубоким структурам, она с возрастом также проседает. Мы знаем, что деформируется подкожно-жировая клетчатка, что она фрагментируется, и за счет этого меняется рельеф лица. Вот так проводится эта схема проведения нитей, целью которых за счет своих особенностей, за счет лифтинга особенностей нитей, оно и имеет эффект подтяжки. Не профилактики, а именно подтяжки. И надо отметить, что векторы установки этих нитей, они идентичны тем векторам, которым мы используем для пластики лица. И, естественно, чем тяжелее лицо, тем менее эффективны методики малоинвазивные, поэтому идеальными пациентами для нити Аптос являются пациенты со степенью старения первая и вторая степень по бейкеру. Преимущество Аптоса также, то есть это то, что процедура не занимает много времени, она достаточно местной анестезии и выполняется практически в амбулаторных условиях. Хотя если мы говорим о хирургической части, не о косметологической части продукции Аптос, то это все же хирургия, это все же относится к малоинвазивной хирургии, и это, опять-таки, требует, конечно, не такого досконального, но серьезного обследования пациентов, особенно в тех случаях, когда есть сопутствующие заболевания. Ну, опять-таки, здесь вот два пункта, которые мы отмечаем как пункты, уступающие значительно хирургии. Осложнения, несмотря на вот этот большой перечень, осложнения для проведения нитей Аптоса, они все же менее страшны и менее значимы, чем осложнения, которые я покажу после пластических операций. Но осложнения – это фактически руки хирурга, то есть знания и опыт, который обладает специалист, выполняя то или иное лечение. Вот результат нитевого лифтинга. Аптос таких картинок много, я оставляю только один. Это уже косметологи и наши коллеги вам такой видеоряд представят много. Надо отметить, что число хирургических подтяжек с каждым годом растет незначительно. То есть то количество операций, которые выполняются ежегодно, практически остается на одном и том же уровне. И по стоимости операции, конечно, превышают, чем менее инвазивные методики. Предпосылки к выбору малоинвазивных методик, они фактически равны к предпосылкам отказа от подтяжки лица. То есть, как правило, это страх пациентов к подверганию серьезных оперативных вмешательств. Их не устраивает боязнь анестезии, боязнь операции. Страх перед хирургическими осложнениями, особенно в наш век, когда об этих осложнениях средства массовой информации доносят отовсюду. Длительный период реабилитации, естественно, высокая стоимость лечения. Здесь я привожу вот те структуры, связочный аппарат, те, ну, я бы сказал, не перегородки, а те пространства, если мы говорим, идя от кожи к лежащим структурам, которые для нас, для пластических хирургов, так сказать, вызывают интерес. Ну, эволюция, история пластической хирургии, история подтяжек лица, она очень широка, но, во всяком случае, его можно разделить на три вот таких вот. Здесь вот под каждым вот этим подпунктом можно привести сотни фамилий авторов, в которые каждый из них привносил нечто новое. Ну, и от простых, так сказать, прямых исечений излишков до эры СМАС, так называемых, когда манипуляции начали выполняться и под мышно-поневротической поверхностной системой, и комбинированные методики с использованием глубоких строк, под надкосничные подтяжки, использование высокой технологии, таких как эндоскопия. И сюда бы я бы еще и добавил, что использование комбинации с малоинвазивными хирургическими технологиями, куда относятся и... Так, я это вот оставлю. Хирургическая операция, она имеет несколько четких этапов. Конечно, начало любой операции это маркировка, маркировка, которая позволяет скрывать линию разрезов и получить рубцы в наименее заметных областях. Это отслойка кожного лоскута, которая выполняется по тем линиям, которые мы заранее маркировали. И мы должны понимать, что вся хирургия, вся пластическая хирургия это хирургия слоя. Хирургия, имеющая четкую топографию, так как не работая в слой, мы рискуем повредить те важные структуры, это относится и к нервам, и к сосудам, и в итоге получить неудовлетворительные результаты. То есть, конечно, технологически это сложная хирургия, сложная методика, если его сравнивать с малоинвазивными хирургическими технологиями. Кроме того, для выполнения хирургической подтяжки лица необходимо серьезное оборудование, необходима хорошая клиника, так как безопасность пациента всегда должна стоять на первом месте. Значит, первый этап это формирование кармана, то есть кожно-отслойка. Она, опять-таки, выполняется, учитывая конкретную ситуацию. Кожно-отслойка может быть обширной, может быть незначительной, или же в зависимости от той хирургической технологии, которая требуется для той или иной операции. В нашей хирургии мы используем методику по, если здесь приглядеться, вы увидите сохраненные перфоранты кожи. Это относится не только к лимфатическим сосудам, но и к артериальным и венозным перфорантам, которые позволяют, выполняя обширную отслойку кожи, не нарушить кровообращение в этих слоях и избежать такого грозного осложения, как краевые некрозы кожи. Ну и, конечно, цель операции это после манипуляции с глубокими структурами, то есть если мы говорим о СМАС, это может быть или аппликация, или выделение СМАС, с формированием жесткой подкожной конструкции. Если же мы завершаем операцию, то это формирование и выделение тех излишков кожи, целью которого являлась наша операция, с рефиксацией кожи в новом положении. излишки кожи удаляются и накладываются швы в тех, например, в нашей практике, в тех случаях, где эти швы находятся в области волосистой части головы, мы используем скрепки, они особенно вот скрепки нового образца, они не давят кожу и после них фактически не остается рубец. И скрытые в волосах это очень удобно, быстро. Точно такая же манипуляция по формированию излишков выполняется и по задней части разреза. Излишки маркируются, чтобы получить гладкую поверхность и подтяжка была бы гармоничной, поэтому конечно от опыта хирурга многое зависит. И даже если хорошо и эффективно выполнена подтяжка, вы неправильно сориентировали ту необходимую часть удаления кожи, лицо может выглядеть неестественной, перетянутой и иметь другие не очень эстетический вид. В тех местах, где кожа видна и она может быть заметна, мы кожу с использованием методов пластической хирургии. вот так выглядит вид пациентки в данном случае сразу после операции. Эта пациентка через восемь дней после операции. Вот только-только сняты кожные швы перед ухом. Я это лицо показываю открыто, это моя одноклассница, я могу сказать, ей 53 года, и я ее такой помню. Поэтому вот такой возврат, хотя это шоковый конечно возврат, это одномоментный возврат, он подразумевает некие правила, хирургические правила, которые надо придерживаться. И этим правилам, конечно, обучаться намного-намного дольше, чем методикам нитевого лифтинга. такой комплексный эффект получить нитями довольно-таки сложно. Хотя в тех случаях, когда хирургия невозможна, или же требуется не такая уж радикальная преображение лица перед малоинвазивными методиками очень сложно конкурировать. классическая хирургия. Осложнения перечень здесь приводится, они тоже довольно-таки выглядят пугающе, но мы должны понимать, что все в руках оперирующих хирургов, и от их опыта зависит от того, чтобы этих осложнений было как можно меньше. и хочу показать пациентку, которую я демонстрировал интероперационно. Это сверху пациентка, снизу она же через два месяца после операции. вот здесь в таблице попытался сопоставить эти две методики. Имеются плюсы и минусы обеих методик, но очень важно, что они взаимодополняют. основной аспект использования для пластических хирургов малоинвазивных технологий это то, что они друг друга дополняют, они отвергают и они хорошо комбинируются. И именно на стыке этих двух специальностей можно намного улучшить комплексный результат лечения пациентов, если мы говорим об устранении возрастных признаков. И в заключение вот те тезисы, которые бы я хотел с вами поделиться. Методики конечно различаются по механизму и принципу действия. Потяжка лица ощутимо дороже, занимает сложнее, занимает больше времени. осложнения разнятся. Естественно, осложнения при подтяжке лица хирургическом они более грозные. Понятно, что нельзя эти методики сравнивать, о котором я уже говорил. Эти методики разные, они прилагаются к лицу, имеющие разную степень выраженности возрастных изменений. однако в тех случаях, когда пластическая хирургия невозможна или из соматических соображений, то есть пациентка не может подвергаться наркозу, или из психологических, то есть пациент не может подвергаться хирургии из-за страха или из-за невозможности потратить время на долгую реабилитацию, методики АПТОС это заменяют, это методики взаимозаменяемые и хорошо комбинируются. Немного компьютер тормозит. Ну и конечно любое хорошее дело можно так сказать исковеркой стать так, что не понравится ни хирургу, ни пациенту. И мы должны стремиться к гармонии, что мы должны понимать, что все же это пластическая хирургия, если мы говорим о хирургии, если мы говорим о хирургических методиках АПТОС. И наша цель сделать лица гармоничными и по возможности избежать тех неприятностей, о которых я сегодня попытался вам донести. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ